Ослепительное шоу Русского гуманитарного университета Заведующий отделом Азии и Африки Института научной информации по общественным наукам РАН Тоже правильно Институт системно-стратегического анализа Тоже правильно Директор? Да Итак, друзья, Андрей Ильич у нас в гостях сегодня Мы убедились, что это именно он Это тот человек, которого мы объявляли Которого мы анонсировали, визит которого к нам И тема сегодняшней нашей беседы Это информационные войны Вот сразу Поприсло на сайт глубокомысленное письмо Воюют не армии, воюют фураж и продовольствие А информация это бог И любой войны и самого крепкого мира Ну так, в качестве эпиграфа К нашей сегодняшней беседе относительно информационных войн Чтобы вы понимали, какие у нас слушатели Ну такие люди Такие вот непростые люди Информационные войны, они могут бушевать А люди могут о них теоретически Нет, они наверняка не то, чтобы о них знают Они подвергаются их воздействию Правильно? Но канонада не слышна Ну естественно, информационные войны Это до определенного момента Беззвучные войны А вот сейчас вот Так сказать, эта условная Неслышимая инфра- или ультразвуковая канонада Она вокруг нас Тут тоже происходит? Или они не прекращаются ни на секунду Информационные войны? В чем их специфика? Ну, в широком смысле слова Информационная война Это любое информационное воздействие На объект А в узком смысле слова Это, на мой взгляд, более интересная вещь Это самый простой элемент Того, что можно назвать Психоисторической войной Психоисторическая война Это термин, который очень активно В свое время внедрял Айзек Азимов в своем пятикниже Который называется Foundation А у нас его перевели как Академия У него там звучит такой термин Как психоисторическая война Или психоментальная То есть, если говорить современным языком Это организационная война В психосфере И у нее несколько аспектов Вот информационная война В узком смысле слова Это самый примитивный аспект Психоисторической войны Следующая ступенька Концептуальная война И следующая метафизическая Или смысловая Конкретный пример Геббельсовская версия Катынского дела Информационный уровень Нам говорят Это информационный уровень Это работа Это фальсификация фактов Нам говорят То-то, то-то, то-то И пытаются доказать Самым примитивным образом Что польских офицеров Остреляли НКВД То есть, советские Это уровень фактов Следующий уровень Концептуальный Почему расстреляли? Да потому что Сталинский тоталитарный Кровавый режим Не мог себя вести иначе А следующий уровень Метафизический Смысловой А почему он себя Не мог вести иначе? Да потому что Это тысячелетняя модель Русской истории Тоталитарный менталитет Который Дальше следует Практический вывод Нужно менять Собственно, в одном из последних Прижизненных интервью Один из прорабов Перестройки Александр Яковлев И сказал Что мы своей перестройкой Не только Советский Союз Ломаем Мы меняем Тысячелетнюю модель Русской истории То есть, что значит Тысячелетняя модель? Это смысловая модель Вот это и есть Три ступеньки Психоисторической войны И информационная война В узком смысле Это работа с фактами Ага Ну, единственное, что Извините, Леха Просто единственное, что Это немножко широко В том смысле, что если это любое воздействие То даже наша самая беседа Уже в каком смысле война Да, я и говорю В широком смысле Любое информационное воздействие Которое преследует некие цели Это информационная война А кто их ведет, эти войны? Различные субъекты Начиная от отдельных лиц Неправительственных организаций И заканчивая тем, что называется Наднациональной структурой Согласования и управления У информационной войны Очень много субъектов А вот, соответственно, СМИ Это потому, что такие Рупоры позволяют войне вестись широко Крупные орудия А не один на один Ну, конечно, нет, это вообще орудие Один на один Это вовсе не орудие Нет, ну, есть интернет А СМИ это крупные такие Один на ощупь А вот Я забыл, что это спросить А, да А СМИ, соответственно, это инструменты Этсамой войны Или и субъекты тоже Вы знаете Есть субъекты первого ряда Субъекты второго ряда Но, в принципе Я бы сказал все-таки, что СМИ Это орудие Инструмент Инструмент А есть в истории Наверняка есть Просто мы об этом не знаем Есть в истории примеры Блестяще проведенной Ну, я говорю, их наверняка Сусотни Просто вам это удастся Интересно рассказать Блестяще проведенной Такого Блескрига информационной войны Перестройка Перестройка Разрушение Советского Союза Ему предшествовала Блестяще проведенная Психоисторическая война На всех уровнях Информационном Концептуальном Смысловом Из последних Блесловно Перестройка Кто был субъектом 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 Перестройки Был Выражаясь Марксистским языком Я не марксист Но я очень Люблю некоторые Марксистские термины Это был Классовый союз Части номенклатуры Советской И части Западной Корпоратократии Объединенные В свои Структуры У них были У каждой Свои цели И то Что происходило В 86-87 годах Ведь перестройке Собственно Слому Советского Союза Предшествовала Очень мощная Психоисторическая Подготовка Причем она такая Поэтапная была Сначала Плохой Сталин Хороший Ленин Потом Плохой Ленин Хороший Бухарин Потом Плохой социализм Ведь помните Сначала было Больше социализма Больше демократии А потом сказали Да нет Социализм и демократия Вообще несовместимы Чертвой матери Это социализм Будем строить капитализм Дождите А вы хотите сказать Что вот эти люди Вот эта номенклатура Они продумали Так сказать Развить Эту вала информационного Замену лозунгов И слоганов Одних на другое Безусловно Вы знаете Сейчас Многие люди Которые участвовали В Горбачевщине Они Сказать Ну они уже В пожилом возрасте Они ничего не боятся И Я всегда Когда читаю Их мемуары Я вспоминаю Сцену Из Золотого Ключика Когда Лягушка прискакала К Буратино и Мальвине И говорит И одна пиявка Так насосалась крови Что начала болтать Вот эти люди Начали болтать И то что они сейчас Рассказывают Ну становится Совершенно понятно Что Где-то в середине 70-х годов Была отобрана команда Которая Должна была Не разрушить Советский Союз Они должны были Изменить Строй И Они об этом Прямо говорят Но дело в том Что В 88-89 Годах Произошел Перехват Этого процесса И вместе Со строем Разрушили Советский Союз И у этих людей Не получилось Так как они Задумывали А кто были Эти люди Середины 70-х Середины Ну вы знаете Перехватил Перехватил Безусловно Запад И в этом отношении Мадлен Олбрайт Абсолютно четко Сформулировала Главная заслуга Буша Старшего Это Управление Распадом Советской империи То есть Здесь никаких Не может быть Иллюзий Я думаю Что Людей Которые Реально Стояли За процессом Слома Советской Системы И Разрушения Советского Союза Реальных Кукловодов Советской Стороны Имена Ну может быть Мы узнаем Через 30-40 лет А может раньше Потому что Нет ничего тайного Что не стало бы Явным Кроме того Возможны Различные догадки И я очень ценю Косвенные свидетельства Здесь Непаханное поле Для работы Ну а на первом плане Были те люди Мемуары Которых мы читаем И они очень интересно Сходятся в одной точке Мемуары Шеварнадзе Мемуары Помощников Горбачева Они все говорят Что В середине 70-х годов Они поняли Что строй Надо менять Вот эти вот Абсолютно Тупые номенклатурщики Чтобы они поняли Что строй Надо менять Это их отобрали Это им вложили в голову И сказали Фас Это было изнутри Понимаете Какая штука В современном мире Грань между Внутренним И внешним Очень зыбкая К сожалению В 70-е годы Была очень четкая грань Потому что Мы как раз Это нам так казалось Что была четкая грань На самом деле В послевоенном мире Мы к сожалению С середины 50-х годов Перестали всерьез изучать Капитализм То есть мы стали Переписывать В середине 50-х годов Мы я говорю О Советском Союзе Коммунистов Потом стали Леволиберальных Ну а потом Закончило все Вот такими Карликами мысли Вроде Поппера и Хайка Неолиберальной публикой И поскольку Мы не изучали Капитализм Мы пропустили Формирование В послевоенном мире Принципиально Новой Хищной Молодой Фракции Буржуазии Которая Называется По-разному Я предпочитаю Термин Который Предложил Перкинс Автор книги Исповедь Экономического Убийца Корпората Кратия То есть Это тот слой Который был связан С транснациональными Корпорациями И Слой этот Сразу заявил о себе Очень мощно В 1953 году В интересах Этого слоя Было свергнуто Правительство Масадыка В Иране В 1954 году Хакоба Арбенс Гусман В Гватемале Затем Они начали Создавать Свои Наднациональные Структуры Нового типа Это Бильдербекский Клуб Римский Клуб Трехсторонняя Комиссия Которые Принципиально Отличались Прежних Наднациональных Структур Согласования Управления Потому что Они В принципе Отражали Интересы Не столько Государств Сколько Вот этой Транснациональной Корпоратократии В Советском Союзе С конца 50-х годов Шел очень Интересный Процесс После того Как на 20-м съезде Была принята Доктрина Мирного Сосуществования Государств С различным Социальным Экономическим Строем И после того Как сначала По политическим Причинам Советский Союз Начал Активно Продавать По дешевке Нефть На мировом рынке Исходно Цель была Очень простая Гамаль Абдельнасар Убедил Хрущева Что нужно Начать По дешевке Продавать нефть И тогда Начнут рушиться Реакционные Арабские режимы Реакционных Арабских режимов Рухнуло Ровно два В 58-й год Ирак Когда впервые Взошла звезда Саддама Хусейна И 69-й год Ливия Когда взошла Звезда Тогда Не полковника А Молодого офицера Больше Больше Ни один Арабский режим Не рухнул Но зато Резко подешевела Нефть На мировом рынке А самое главное В Советском Союзе Возник кластер Интересов Завязанный На мировой рынок И мировую торговлю И кластер Этот начал Расти Он был Небольшой Секунду Сейчас Тут просто Столько всего Надо капельку Не тоже переосмыслить Но остановиться Я правильно понял Ваш намек Что внутри Советского Союза Это казалось бы Незыблемый А самое главное Что монолитный Совершенно верно Структуры были люди У которых По каким-то причинам Своим Была Не знаю Нужда Необходимость Или интерес Сотрудничать С этими Странсоциальными корпорациями Они интегрировались В эту систему И по сути дела Со временем А какой им с этого Говоря на языке Странсоциальными корпорациями Какой профит Советским людям Конечно Вот этим вот Нашим Вы знаете Если мы вспомним Что номенклатура Это была господствующая группа Без собственности Которая не могла Транслировать Свои привилегии Детям Потому что Нет собственности Значит Как Существовала Как осуществлялась Организация номенклатуры Каждому рангу Номенклатуры Был отведен Определенный уровень Потребления Да Но человек Есть живое существо И ему хочется Потреблять больше Чем Положено И Выход На Внешторг Выход На В сферу МИДа Позволял Улучшить Благосостояние Ну и кроме того Люди ездили за рубеж Да Но не позволял Транслировать По прежнему Это следующий шаг Вот здесь Очень важно Понять следующее На рубеже 60-70-х годов В Советском Союзе Сформировался Кластер Социально-экономических Интересов Который можно назвать Советским сегментом Глобальной Корпоратократии Интерес этого слоя Был развернут В ту сторону А затем наступил Момент истины Наступил Нефтяной кризис Когда в страну Пришли Огромные По тем временам Деньги И Эти деньги Стали той гирькой Которая Легла На весы Вот этого Советского сегмента Корпоратократии И Теперь стала задача А как легализовать Эти средства И самое главное Как передать их детям Это был Я сейчас На секунду перебью Просто мне кажется И тогда Мы можем легко Через 30-40 лет Узнаем Да нет Просто исходя из этой логики Отвечая на простой Римский вопрос Квипродаст Мы смотрим У кого за рубежом На рубеже 80-90-х годов Появилась собственность Недвижимость Все Оно все понятно Это они и есть Эти люди и есть Это не так просто Во-первых Не так просто Во-вторых У людей На рубеже 70-х 80-х годов Собственности не было Были в лучшем Случай Счета в банках Это совсем другая вещь Для того чтобы Эти Это отследить Наверное невозможно Тогда еще Швейцария не выдавала Мне кажется Да Ну много Здесь много других Игр было То что я сейчас говорю Это Я сознательно Упрощаю ситуацию Потому что игра Была значительно Сложнее У нас было Во-первых Три сегмента Интересантов Интеграции В мировой рынок Это часть номенклатуры Причем не Самая Верхняя Это Часть Спецслужб Часть ГБ И это безусловно Наши теневики Вот эта вот Триада Она и Работала Кстати Триада Очень напоминает НЭПовскую Триаду Что такое был НЭП Это было Помимо прочего Средство отмывания Награбленного Во время гражданской войны Не только Но и это Если мы вспомним То НЭП Это тоже была Триада Это был Коммунистический Начальник Начальник Треста И НЭПман В качестве Барыги То есть Вот эта Триада Она воспроизвелась Потом у нас В перестройку Поэтому у нас В перестройку Сначала так Любили Бухарина И говорили о том Что надо возвращаться К НЭПу И по воспоминаниям Разных людей Горбачев Горбачев говорил О необходимости Вернуться к НЭПу Аж в 83-м году То есть Схема У нас был кризис А потом мы устроили Перестройку Это абсолютная ложь У нас была сначала Схема Демонтировать строй Которая обернулась Кризисом Который был использован Для того Чтобы показать Да вот смотрите Как у нас плохо Я сейчас Когда смотрю хронику Когда наша Особенно либеральная часть Телевидения Показывает нам хронику Вот смотрите Что такое был социализм 70-е годы Пустые прилавки Но я-то жил в 90-е И я в 80-е Я вижу Что нам показывают Перестроечное время Потому что мелькает Портрет Горбачева То есть Вот это и есть Информационная война Нам представляют 70-е годы Как конец 80-х А зачем сейчас Тогда Она же сейчас тоже Ведется с какой-то Чтобы оправдать Или просто Просто оправдание Естественно Нужно Нужно показать Что Как плохо было При социализме Социализм Это кровавая гобня Вы думаете Коррупции не было Нет Была коррупция Поэтому Нужно Опустить То что было В советское время Для того Чтобы Не был Столь разителен Контраст С нынешним Моментом Но самое интересное Подождите Секунду То есть Выгоды приобретателей Они и сейчас Среди нас Их дети От демонтажа Нет А потом Вы знаете Какая вещь Многие люди Поживились в 90-е годы Так называются Бенефициары Да Я по-другому сказал Мародеры Или так Мародеры Вот И мародеры Их дети Их обслуга Да естественно Они порвут За то Что они Обрели В 90-е годы Так что Здесь Никаких иллюзий Быть не может Тогда это в основном Ковсомольцы Не только Я думаю Что там Много Много Был кто Там часть криминала Часть иностранного Не может быть Это много Быть кто Но это же Такая история Где она не может быть Массовой Вы знаете Все зависит от того Как мы определяем массу Это С точки зрения Процентного отношения Это не очень большой Сегмент Но вы знаете Перестройка То есть Разрушение Советского Союза Продемонстрировала Еще одну Очень интересную черту Русская история Характерна тем Что Каждая новая система Возникая У нее нет Приемственности со старой Пришла Петровская команда Разогнала Потом Если помните Был такой фильм Зеленый фургон Там была песня Крест на крест Прошлое Клинком Перечеркнем Революция 17-й год Перечеркнули А вот 91-й год Дает совершенно Другую картину 70% Номенклатуры По исследованиям Социологов Стали Частью Новых господствующих Групп А в провинции Аж 80% То есть Вот эта вот Тупая Позднесоветская Жадная Без стратегического Мышления Номенклатура Она сделала шаг В свое светлое Будущее Светлое мародерское Будущее 90-х годов И здесь Мы имеем Социально-экономическую Преемственность Но именно Поскольку Эта преемственность Имеет место Нужно Затоптать Прошлое И показать Что да нет Мы Отряхнули Прак Мы демократы Поэтому Бывший коммунист Стоит со свечкой В церкви Сейчас Секунду Давайте вернем Все-таки Мы же говорим Не о перестройках Хотя это конечно Отдельная Очень интересная тема Ну мы заговорили об этом Поскольку перестройка Это информационный Пример успешный Информационный Послушайте Ну как же так То только что они были В вашими же устами Сказано Тупыми протократами И вдруг вы говорите Что все эти И слоганы Все эти Поговоря на современном языке Маркетинговые ходы И продуманная последовательность Новых образов Кто это все делал Вот эти тупые протократы Да вы что Тупые Вы знаете Как говорил Замечательный наш Автор Беленков Глупость Есть род ума Универсального Ума не бывает Скажем Некоторые думают Что шахматисты Очень умные люди Ну достаточно посмотреть На некоторых наших Чемпионов по шахмату Чтобы понять Что это идиот В греческом смысле слова Идиот по гречески Человек Который существует так Как будто Нет окружающего мира Есть классовый инстинкт И вот Этот классовый инстинкт Человек может быть Тупым интеллектуально Но классовый инстинкт Его ведет Очень четко Ну и кроме того Была команда Стратегов И идеологов Которые Разрабатывали Эти планы И разрабатывали Они вместе С тем Субъектом Который находился За пределами Советского Союза Ага То есть были советчики Которые Все проходили Не просто Было сложнее Дело в том Что после того Как в 1968 году Советский Союз Главным образом Советский Союз И Варшавский договор За 36 часов Оккупировали Страну Армия Которая считалась Третьей в Европе После советской ГДРовской Стало понятно Что советский Союз Извне Это вот была Последняя Разрушить нельзя И был другой Взят курс Задушить в объятиях И если мы посмотрим Что происходило С конца 60-х годов Как советскую элиту Вовлекали в международный процесс Вот интересно Сейчас извините У нас новости короткие Ладно Тема друзья Продолжим Мы продолжаем беседу С Андреем Ильичем Фурсовым И знаете что Честно говоря Андрей Ильич Мы иногда этим пользуемся Когда гость еще не в студии Только едет А мы уже в студии В первом часе Мы гостей конечно Как угодно называем Я вас назвал Например конспирологом Ну это неверно Потому что Вы знаете Мы недавно С кенецкими коллегами Выпустили такой сборник Монографии Называется Деконспирационно О заговоре Вот И Как правило Конспирология В таком Примитивном смысле Ну это как будто Собираются несколько людей И Определяют ход истории В реальной жизни Так не бывает В реальной жизни Происходит Все по-другому Для меня Конспирология Это систематический Анализ Реальной Власти И реальной Политики Реальной и неочевидной Настолько же Неочевидной Это и есть Коминтерн Третий интернационал Который в течение Почти двух десятилетий Планировал войны Революции Вкладывал Финансовые средства В это Нам говорят Это история Международных отношений Это политика Когда мы говорим Фининтерн То есть Организация Международной Буржуазии Или как Ленин говорил Переплетение Международных Финансовых клик И мы говорим Эти люди Проводят Тайную Политику Реализуя свои цели Нам говорят Нет Это конспирология То есть Коминтерн Это международные отношения А это конспирология Реальная власть Это тайная власть К сожалению То что у нас Называется Политологией И то что Переживает Острейший кризис Вот у этой дисциплины Нет Нереального Понятийного аппарата Ни методов Для анализа Реальной власти В лучшем случае Нам могут сказать Как проголосовали люди Все Но реально Мы видели На выборах Когда победил Буш младший Что такое Реальные выборы И кто побеждает В той же Америке На реальных выборах То есть Реальная власть Это тайная власть Хорошо Давайте Вы только простите Я готов Эту роль сыграть Сегодня Я хочу Чтобы прозвучало Недвусмысленно И для людей Понятно Правильно ли мы поняли Мы радиослушатели Вас Андрей Ильич Правильно ли мы поняли Что в том числе За теми изменениями Которые настигли Или постигли Страну В конце 80-х годов Растояли кроме интересов Некоторых Как вы их сами назвали Классов Переплетенных между собой Внутри страны Так совершенно очевидны Интересы внешних Не знаю Интересантов Совершенно верно Но у них был общий интерес У них был общий интерес Интересы этих двух групп Совпали Не до конца А в конце В чем была ошибка Тех людей Которые внутри Советского Союза Полагали Что они могут Они поменяют Систему И дальше будут Сидеть в своих креслах Они полагали Что западная элита Их пустит за стол На равных А вот это Была грубая ошибка Эти люди Не понимали Что такое Западная элита Они думали Что за Их За то что они сделали Им поднесут Корзину печенья И банку варенья Как мальчишу Плохишу Совершенно верно А вот В лучшем случае Разрешили рекламировать Пиццу А остальные Слетели Как говорится Рим предателям Не платят Да Рим предателям Не платят Кстати Как разговор Помните Мы недавно Обсуждали Рим предателям Не платят Понимаете В чем дело Хорошо Давайте вернем Все таки К информационным войнам Можно да Про информационную войну Основная вот задача Это Как то Модифицировать И подготовить Мнение широкой общественности Просто вот Из самых ярких Не то чтобы ярких А из тех Вот где явно Все знают Что сейчас идет Информационная война Ситуация вокруг Сирии Есть значит Какие-то Наши корреспонденты Наши российские А мне кажется Извини легкое перебиваю Мне кажется Сирия не очень коррект Потому что там Скорее информационная поддержка Существует И ведущейся войны А наверное Информационная война Как я себе представляю Там идет Информационная война Параллельно да Но параллельно С реальными боевыми действиями А война Чисто информационная Так сказать Которую мы сейчас говорим Насколько я понимаю Она должна спровоцировать тебя Выйти на улицу Взяться за ружье Взяться за ружье Это и есть война Информационная Нет по другому Она должна объяснить тебе Что ты живешь неправильно Что все твои ценности Ерунда Да И спровоцировать тебя Что-то изменить Совершенно верно Или скажем Не сопротивляться Изменим Главное вообще Одна из главных задач Информационной войны Психоизоляционной Подавить волю К сопротивлению Сказать Ты дурак Твоя страна Тысячу лет Отсталая Ты должен присоединиться К передовому человечеству Для этого ты должен забыть То-то, то-то, то-то Ты должен изменить Свою идентичность Вот что главное А вот большая часть воинов Этой самой войны Они понимают В чем они участвуют Я честно скажу Даже не будут лукавить И не будут там Кокетчить И вертеть задом Вот например Наша либеральная общественность Явно абсолютно В едином строю Я не знаю Как-то он кем-то выстроен Или так как-то Само получилось Спонтанно Вот они Явно ведут Эту некую войну Против существующего Положения вещей Более того Насчет того Что встанете в ряд Так сказать С рядовыми западными государствами Ведь почему Таким атакам Я про это постоянно говорю Подвергается церковь Это же тот единственный якорек Который позволяет нам Вроде как-то Ну хоть ориентироваться В этом мире Вы вытащите Каким бы он ни был Хорошим Плохим Неважно Это хоть какой-то Это как вот Это как компас Он хоть что-то показывает Блин Извините Я вас перебью Брызинский Очень четко В конце 80-х годов Сказал Что Когда Я не дословно цитирую Но смысл был такой Когда рухнет коммунизм Единственное Что будет держать Это общество Будет его скопить Это православная церковь Поэтому нужно уже сейчас Думать о том Как работать в этом направлении Вот эти ребята делают Эти ребята работают Вот скажите Они осознают То есть это шпионы Диверсанты И подонки Так сказать Это осмысленный акт Или просто Вы знаете Здесь как в любой организации Есть ядро Идеологический Центр вверх Да Которые понимают прекрасно Что будет дальше Есть следующая группа Которая Понимает Некоторые цели Есть массовка Которая работает По определенному принципу Вы знаете Был такой замечательный Писатель Олег Маркеев Он говорил Что мир устроен так Есть хозяева Мировой игры Которые все знают Они пишут правила И они их меняют Дальше Есть игроки Есть помощники игроков Есть фигуры И есть битые фигуры Их задача Быть битыми То есть Это такая пирамида И это естественно Так в любом Возьмите Скажем Любое конструкторское бюро Есть генеральный конструктор У которого в голове Есть образ Есть его ближайшие помощники Есть Есть исполнители Ну понятно Но все равно Допустим Вот взять даже Эту информационную войну Я все-таки считаю Что это информационная война Вот даже Те же вот Наша либеральная общественность Она же не просто так Потому что Вести эту войну На просторах Российской Федерации Достаточно просто Коррумпированных чиновников От власти Пруд пруди В церковь Пожалуйста На Мерседесе Въехала Сбила три человека Меня это до сих пор поражает Мерседес Иеромонаха Вот эта вот фраза Ну то есть У нас в России Такое возможно Поэтому Это война ли Или это просто Такая вот Ну как бы Снаряды мы сами Им подносим Получается так Черновой война В любом Нет Конечно война Кто бы не подносил снаряды Это безусловно война Но мы видим И противоположную вещь Как некоторые вещи Вот история со Сноуденом Сноуден поднес снаряды В войне против Соединенных Штатов Потому что То что он Обнародовал В общем Об этом люди догадывались Но Он Преподнес факт Эти ребята говорят Что они за демократию За право человека Да ничего подобного Они врут Они лгут Они подслушивают Они обманывают Никакого Никакой Правости О которой они говорят Так что Это вот Обратная сторона Информационной войны Другое дело Нужно уметь это хорошо использовать И нанести удар Куда Нужно нанести То есть по принципу Снайперской стрельбы Один выстрел Один труп А цель какая Развалить Вот то самое Государство До которого 12 часов лететь Ну только не баллистические Вы имеете ввиду У Сноудена Нет у нас Просто смотрите Какая у нас цель Ну я просто говорю Допустим Про информационную войну Которая ведется Допустим в США Как нам говорили Многие эксперты здесь На территории Российской Федерации Те же там болотные дела А мы сейчас спросим США ли это Да и США ли это Вы знаете Да Когда мы говорим США Нужно Помнить Такую вещь В мире Кроме государств Существуют Значительно более Серьезные группы И существуют Они опять же Здесь не надо Демонизировать У нас часто У нас Отношение К закрытым группам Типа Билдербергов Или масонов У нас два Доминирующих отношения Либо Это полностью отрицается Либо это демонизируется На самом деле Что такое Наднациональные структуры Согласования управления Это абсолютно Рутинные организации Это не злодеи Это люди Которые решают Свои задачи Дело в том Что капитализм Это мировая система И кроме капитала И государства Есть наднациональные структуры Если бы их не было Капитализм не мог бы Функционировать Но эти структуры Должны быть А надгосударственные Они должны указывать Государственным деятелям Что нужно делать Смотрите Как изменилось поведение Обама После Очередной встречи Бильдербергского клуба Изменилось его отношение По поводу Сирии Вот очень интересно После этих Посиделок Смотреть как меняется Поведение Крупных политических деятелей Расскажите как Оно меняется Очень часто На противоположное И здесь Опять же Здесь не нужно Демонизировать Тот же бильдербергский клуб Потому что это В значительной степени Фасадная организация Которая Это Иногда говорят Мировое правительство Никакого мирового правительства нет Если бы оно было То не нужно было бы Никакие бильдербергские клубы И так далее Есть Несколько Групп Которые объединены В различные клубы Структуры Ложи Между этими группами Идет борьба Очень жесткая И у них есть Общие интересы Ну например Чтобы развалить Советский Союз Это был общий интерес В верхушке Мирового капиталистического Класса Который совпал С интересом Части советской Номенклатуры И Эти группы У этих групп Есть порт приписки До начала 20 века Этим портом приписки Была Великобритания Теперь это Соединенные Штаты Америки Поэтому когда мы говорим Соединенные Штаты Америки Нужно иметь в виду Что это не столько Государство Сколько кластер Транснациональных корпораций В принципе Превращение США Из преимущественно Государства В преимущественно Кластер ТНК Произошло В результате Ползучего переворота 1963-74 года Который начался Убийством Кеннера И закончился Импичментом Никсона Ведь Никсон При том что естественно Он был американский патриот Но он исходил С того что должен быть Многополярный мир И государство США Должно быть номер один А старшие товарищи Объясняли Никакого многополярного мира Глобальное управление Под нашим руководством И Никсон ушел И слава богу Жив остался Между прочим да Мы же часто забываем Друзья Что вот именно в Штатах Ведь О плоти демократии мировой Там стреляют президенты Время от времени Не я просто к чему вел Мне было интересно Что мы здесь Вот мы жители России Мы ясно видим Вот эту информационную войну Которая ведется Против российского народа А имеем ли мы Против страны именно Страны да Против государства Против государства Да я согласен А есть ли такое же влияние За пределами России У России На другие государства Очень хороший вопрос Вы знаете Мне часто студенты задают И я должен с сожалением Констатировать Что Россия В последние 200-250 лет За исключением Периода 30-50-х годов Информационные войны Постоянно проигрывает Связано это С целым рядом причин Во-первых Это связано с силой Объективной силой Западной элиты Которая ковалась С середины 16-го века В очень неблагоприятных условиях Много государств Революции Религиозная война Идеологическая война То есть там шел отбор Они очень закаленные ребята Да Отбор подлейших И так далее И так далее Вторая вещь Наша элита У нас во-первых Ну вот до 91-го года У нас не было преемственности У нас постоянно Шла смена элиты И элита Не успевала накопить Нужный опыт Но что еще хуже Наша элита С 18-го века Говорит и думает По-французски Она Исходно Духовно Ориентирована Вот на ту модель И ее считают Правильной Сейчас просто Простите Вспомните что говорил нам Капков Совершенно другой ракурс Совершенно О другом мы рассказывали О том что мы то живем В северной стране Сергей Александрович Капков Департамент культуры Он говорит Слушайте Вот у нас проблема в том Что у нас такой Внутренний диссонанс Когнитивный И ему там говорил Один известный дизайнер Который там проектировал Копенгаген и так далее Говорит Послушайте По идее вы По идее вы Жители северного страна Должны приходить на эту встречу Не как вы в итальянских туфлях И в костюме Мы все бы поняли Если бы вы пришли бы там Вунтах Это зима была И в Аляске Но вы же руководитель Департамента культуры Северного города Кого вы из себя строите А Копков говорит Конечно А мы-то себя строим Мы себя чувствуем Европейцами Которые просто Ну парадоксом судьбы Попали в эти вот широты Это вот то о чем Вы тоже говорите Нет это не совсем Дело в том Что есть разные вещи Европа и Запад Ни в коем случае Нельзя Западу Отдавать европейскость Европа была разная Была античная Европа Есть западная Европа И есть мы Северо-восточная Европа Как говорил Максимилиан Волошин Выстуженный северо-восток Мы тоже европейцы Но другие Ну другие Это уже не европейцы Нет Потому что Европейцы это наследники античности Так в классической трактовке Вы хотите сказать Что Запад Это единственная Отлина наследника античности Нет Секунду Давайте прервемся Сейчас вернемся Дамы и господи В эфире Профилактика Профилактика Из Византию Это совершенно другое Тем более Что и мы Русские Русская интеллектуальная элита И художественная элита Была европейцами Вообще Они говорили И по-английски И по-французски И по-немецки И в этом были свои плюсы Но в этом были и Свои минусы Безусловно Так что Как говорят наши друзья Англосаксы Every acquisition is a loss And every loss is an acquisition Каждая потеря Есть приобретение И каждое приобретение Есть потеря Кузишин Молодец Про твою фамилию Или я тоже запомнил Видишь Где-нибудь в обществе Блесни Подойди к девушке Скажешь Я знаю Кузишин Анатолий Кузишин Работаем вместе Хорошо Ладно А так значит Соответственно Если Россия Пытается вести Информационные войны То неизбежно Их проигрывает Начиная с 50-х годов По крайней мере Прослого века Нет С 30-х по 50-х Был такой период Более-менее успешный Когда советская элита У нее был свой проект Причем проект мировой И этот проект Позволял ей чувствовать себя И сильнее И это было правое дело Если же говорить О серьезной войне Информационной Против России Не против православия Эта война шла давно А война против России Информационная война Против России Началась в 20-е И 30-е годы 19-го века После окончания Наполеоновских войн Когда стало совершенно Что Россия Главный противник Великобритании На континенте И британцы Запустили проект Русофобия Он был настолько успешен Что перед Крымской войной О том что Необходимо бороться С Россией Говорили столь разные люди Как архиепископ Парижский И Карл Маркс И использовали они при этом Почти одинаковую лексику Только в одном случае Революционную А в другом случае Реакционную Но это была борьба С некой цивилизацией И нужно сказать Что в течение Всего 19-го века Запад очень успешно Информационно Воевал с Россией Причем главным объектом Воздействия была Естественно Российская элита Которая смотрела На себя Западными глазами Как говорил Тацет Если ты смотришь И в битве Проигрывает тот Кто опускает глаза Вот российская элита Опустила глаза В 19-м веке И 17-й год Был логическим завершением И по этой линии тоже А мы все время говорим Про Запад И про то что Информационная угроза Информационная война И угроза Происходит с Запада А Восток Восток хотел нас уничтожить Они были уничтожить Ну дело в том что Не весь Запад Нас хотел уничтожить Наполеон Когда шел в 12-м году На Россию Он не собирался Уничтожать Россию Россию собирался Уничтожать Гитлер Это совсем другое дело Значит Когда мы говорим О Востоке Ну нет ни одной На данный момент Азиатской страны Которая вела бы Я имею ввиду Страны как государство Против нас Информационную войну Есть воздействие Сунницких Монархий Персидского залива Который спонсирует Развитие радикального Ислама Здесь И это Своего рода Информационная война Но здесь мы вступаем В такую область Как религия И здесь Скорее Это уже Метафизическая война Не столько Хотя информационный аспект Здесь тоже присутствует Но это нечто более сложное Это сложное? Нет А метафизика Это просто как один из элементов Инструментальных Мы же начали с этого Сама война Это не метафизическая А вполне себе конкретная Мы же начали с этого На первом уровне информационная война Потом война Концепция И затем метафизическая То есть это война На самом сложном уровне В смысле объяснение Типа того что Тысячелетняя цивилизация Россия Всегда несла нам Кровь и разрушение Ну условно Но тем не менее Воздействие информационного Ислама На Россию Ни в какую Не идет сравнение С тем что Что делает Запад И возможности больше Чем мы им так насолили Вы знаете Был такой замечательный Российский Советский разведчик Начальник первого Главного управления Затем на короткий момент Шеф КГБ Леонид Владимирович Шабаршин У него есть такая Книга афоризмов Там один афоризм звучит так Западу от России Нужно только одно Чтобы ее не было И так всю жизнь Заметьте И так всю жизнь Абсолютно Подождите Я думал что мы нужны им Как нефтяной сырьевой придаток Для того чтобы мы просто Мы были Просто чтобы этой бензоколонкой Владели они А не мы Чтобы нас здесь было меньше Во первых Чтобы нас здесь было меньше Чтобы мы смотрели на себя Их глазами Выражаясь по немецки Русси Шишвайн Чтобы мы знали свое место И кроме того Последние 200 лет Нашего противостояния Россия Затем Советского Союза С англосаксами То есть британцами Американцами Они показали что Даже проигрывая Россия Все равно стоит на ногах Другой наш замечательный разведчик Начальник нелегативной разведки В советских временах Юрий Дроздов Очень хорошо сказал Для Америки Мы не поверженный противник И мы никогда не будем Поверженным противником Пока мы существуем Как тогда нам Обычным россиянам Расправить крылья и встать И найти гордость Вот в себе И поднять Есть хорошее правило Есть хорошее правило Не верь Не бойся Не проси Некоторые вещи Информационные Они ловятся Просто на уровне Здравого Здравого смысла Ну например Это уже котынское дело Когда мне говорят Расстреляли советские офицеры Расстреляли В мае Но почему Когда вскрыли могилы Там вдруг Желтые листочки Которые обычно бывают Березовые В сентябре То есть по советской версии Расстреляй немцев в сентябре Почему Все убиты немецкими полями Почему вдруг Привезли расстреливать В Катынь Где рядом было Полно пионерских лагерей Даже если взять Геббельсскую версию Что убивали в мае Но в мае Уже в пионерских лагерях Идет полная Полным ходом Подготовка к летнему сезону Значит привезли туда Где много пионерских лагерей И начали там расстреливать Нужно задавать Элементарные вопросы И вот здесь прозвучал вопрос Кипродаст Или Кибона Кому выгодно Здесь нужно очень четко Сказать просто Помнить Что И задавать вопрос Бабушка А почему у тебя Такие длинные зубки Бабушка Да лепешки рисовые Вот это хороший момент Как раз врезать по зубам Да Друзья Если кто-то вам говорит Что любит рисовые лепешки Дайте лопатой по харе По этой наглой По наглой рыжей морде Как в том анекдоте Помните Так Давайте коротенько В режиме блиц План Даллиса Правда или нет Виталий Спрашивает Значит В том виде В котором он сформулирован Даллис был бюрократ Неужели бюрократ Будет писать Таким цветистым языком Закончится война Все как-то устаканится Это вольный пересказ Одним из наших писателей Реальной доктрины Но вы знаете Про доктрину Даллиса Я бы ответил так же Как Герберт Уэллс Ответил по поводу Протоколов Сионских мудрецов Его спросили в 1939 году Сионские мудрецы Патроколы Это правда или нет Он сказал Да какая разница Главное что все в мире вышло Как там написано И с доктриной Даллиса То же самое Да Был некий документ Но вот этот документ Который цитирует Ну это туфта Так документы бюрократически Не пишутся Это вольный пересказ Но близко к общей идее К идее да Но этот пересказ Он компрометирует идею Я бы на месте Американских Как сейчас называют Партнеры Я бы такую аргументацию Поломал просто Быстро быстро Все спасибо вам большое Андрей Ильич Спасибо вам Знаете что я тут хотел сказать Подредактировать Известное изречение Не верь не бойся не проси Я бы так вам сказал друзья Не бойся не проси Но верь Ибо это единственное Как мы выяснили Что нам Что нам помогает Быть нами Верь себе и своим ценностям Ну конечно Я это имел ввиду Конечно Конечно Все друзья Спасибо огромное Еще раз представлю нашего гостя Андрей Фурсов Сегодня был с нами Российский историк Социолог Публицист Директор Института Системно-стратегического анализа Фу Все остальное Да Директор Центра Русских исследований Минусловского гуманитарного университета Заведующий отделом Азии Африки Института научной информации В общественном науке Вран Андреевич Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok